Добрый день, дорогие друзья! Мы вас снова приветствуем на YouTube-канале, который ведет Юлия Ру Флорида. С вами сегодня снова Надя Эггерс. Я риэлтор в Центральной Флориде, а точнее город Орландо и его пригороды. Сегодня мы находимся в городе Орландо. Это не пригород, но это комьюнь, это как город в городе. То есть почтовый индекс у этого города такой же, как Орландо, но у этого города есть своя инфраструктура. То есть у них есть буквально всё. Место называется Авалон Парк, находится в 25 приблизительно минутах езды от Даунтаун Орландо. В городе есть свои школы. Дети, которые в этом городе живут, ходят и в элементаре, и миддл, и хайскул. Очень хорошие, просто отличнейшие школы, очень хорошего рейтинга. Есть свои продуктовые магазины, своя почта, свои банки, фитнесы. Здесь много бассейнов, прям много-много бассейнов. Я точно не могу сказать, по-моему, 4 или 5 на город. И все, кто здесь живут, они могут спокойно своими... Бесплатно. Да, ну, классно. В счёты, что они платят. Ходить и посещать бассейны, спортивные площадки, баскетбольные корты. У города есть свой даунтаун, есть свои ресторанчики, кафешки. Ну, просто вообще не город, а мечта. Очень красивый, хороший город. Сегодня мы посмотрим дом, 5 спален, 4 ванных. Находится в Авалон парке дом. Цена дома 549 900, 550 тысяч практически. Размер дома 3674 квадратных фит, что в переводе на метраж 341 квадратный метр. Очень большой дом получается. Значит, еще есть здесь есть, но он невысокий, где-то 110 долларов в месяц. Налог 5400. Дом отремонтированный, здесь новая крыша, новая краска, покраска, экстерьер. В 2021 году он был покрашен. Должен быть очень интересный дом. Давайте посмотрим, что нас ждёт внутри. А что там, есть мебель? Должна быть мебель. Давайте посмотрим. Да, вы просто просили с мебелью. Да, вы просили с мебелью, я надеюсь, её не убрали. Она должна быть. Посмотрим, посмотрим. Сейчас посмотрим. Так, от входной двери у нас здесь столовая получается. В эту сторону. Так, столовая. Симпатичная такая. Столовая, смежная дверь, видишь, с кухней, чтобы было очень удобно ходить, носить еду. Еду, да. Вот здесь вот дверка. Я думаю, что мы в кухню пройдём. Да. Смотри, какая здесь красивая дверь. Да, слушай. Раздвижная такая. Да, видишь. Массивная. Прикольная. А тут такая, вроде как, спальня. Здесь они сделали спальню для детей. Сделали, да. Это не считается спальней, здесь нет встроенного гардероба. Ну да. Ну вот как хотите, так и делайте, в принципе. Здесь можно сделать вторую гостиную игровую для детей. По желанию. О, что мне нравится. Здесь есть второй свет. Смотрите, как классно. Очень высокий здесь получается потолок. Ощущение свободы. Да, свободы. Очень здорово. Мне нравится второй свет. Да, второй свет, это классно. Слушай, ну 550 в Авалон парке. Да. Такой хороший домик. Достаточно большой домик. Я считаю, что цена очень хорошая. Да. Так, что у нас здесь кухонка. Здесь кухонка. Кухонка хорошая. Барьер для собачки. Надеюсь, не для ребенка. Так, обеденная зона. Так, кухонка такая. Это, кстати, ты знаешь, это не камень. Это что-то под камень сделанное, но это не камень. Не гранит, да. Ну, тем не менее. А смотрится не плохо. Это пантре здесь. Да, знаешь, что это вообще неплохо. Это что-то такое. Это эпокси называется. Я уже видела такие. То есть оно видно хорошего качества просто. Да, да. Эпокси, кстати, очень хорошее. Оно не режется. Так, что здесь? Кладовочка. Кладовочка. Так, здесь вот выход как раз в обеденную зону. Что еще есть? Давай вместе находить комнаты. Здесь пока что не было. Да, для нас все новое. Ух ты! Ух ты! Прачечная. Пожалуйста. Прачечная. Отдельный вход. Слушай. Куда-то там на второй этаж. Давай мы позже туда поднимемся. Для гостей. Да, мы позже туда поднимемся. Это, скорее всего, квартира над гаражом. Да, да, да. Такое встречается как раз. Вы знаете, Авалон парк был построен по прототипу Celebration. Если помните, вы вначале мы очень много домов снимали в Celebration. Это город-комьюнити. Также свои инфраструктуры. Только Celebration находится рядом с Диснеем. На территории даже земли Диснея был построен. А этот немножко как бы дальше, на восток от Орландо находится. Понятно. Кстати, отсюда, я говорила или нет, отсюда минут 20-25 до побережья Атлантики, до Кока-Бич. Что очень удобно. Очень классно, очень близко. До Орландо 25 минут и до побережья 25 минут. Так, может быть, давайте мы так растерялись, столько комнаты, столько места. Давайте пройдем уже тогда по первому этажу, посмотрим. Спамные. Так, так, понятно. Все. Ой, собачка. Ой, две собачки. Давай просто заглянем в комнату. Собачульки сидят. Где? Вон в клетке. Бульдожки. Кав-кав. Кав-кав. Хорошенькие. Сейчас тебе дадут гав. Неожиданно. Слушай, бедники. Бедняжечки. Ну что, поднимаемся на второй этаж, получается. Это, короче, была комната для собак, кто не понял. Мы уж не будем беспокоить собачат. Так, вот мы на втором этаже. Что мы видим? Вот такой вот вид сверху. Так, дальше. Идем дальше. Спальня. Что у нас? Спальня. Спальня, например, детская. Так, здесь у нас гардеробная. Идем дальше. Ванная. Ну, здесь тоже, конечно, не камень. Но все в хорошем состоянии. Так же, пластик, мне кажется. Да, да. Такой же какой-то, да. Так, здесь еще одна спальня, смотри, для двух деток. Для близняшек. Здорово. А может быть, какая-то игровая. Ну, кроватки стоят, я думаю, без спальни. Да. Вот тут вот гардеробная тоже есть. Так, и проходим еще дальше. Здесь у нас мастер-бедруль. Мастер, да. Мастер вот такой вот у нас. Да, хороший. Так, там выход на балкон. Не смогли дверь открыть. Решили не ломать. Так, проходим дальше. Здесь, значит, у нас ванная хозяйская. Так, тут вот душевая кабинка. Две гардеробные. Ванная. Две раковины. Гардеробная. А вот здесь вот туалет закрывается. Где, говоришь, гардеробная, я, наверное, покусила. Две гардеробные по странам. Так, гардеробная одна, гардеробная вторая. Очень удобно, когда разделены. Мне вот это тоже нравится. Так, значит, идем дальше. На втором этаже мы, в принципе, все, получается, просмотрели. Здесь бонусной комнаты, конечно, нет. Вот такой вот небольшой проход есть. И тут у нас просто кондиционер. Вот, центральное кондиционирование. И вот такой вот прекрасный вид сверху. Все, спускаемся. И выйдем сейчас на балкон, посмотрим, что там у нас. На задний двор. Ты имеешь в виду, да? На задний двор. А, у нас же еще, смотри, квартирка есть там. А, точно. А, с нее начнем? Давай сначала туда. На задний двор. На десерт оставим. Давай, давай. Здесь гараж. А, давай гараж тоже покажем. Сколько? На две машины. Так, вот он гараж. Всякого разного здесь много. На две машины, хорошо. Так, а мы поднимаемся вот с гаража на второй этаж. Это какая-то комнатка на гаражом. Что тут у нас? Я даже подумала, вдруг кто-то живет. Здесь реально кто-то живет. Представляете? Вот так вот все. То есть здесь можно кого-то поселить. Если его сдают, да. Да. Или своих родственников. Микроволувка. Да, ну тут вот так все попросту. Холодильник, микроволувка. Так, в общем. Одинокий студент. Ну, ванная есть, душевая. Фу, не душевая, я очень говорю. Ванная есть, а это самое главное. Туалет, все дела. На самом деле здесь можно поставить нормальную, хорошую плиту, холодильник. Все, что хотите. Конечно, здесь можно сделать студию. Место позволяет, скажи. Такое. И есть гардеробная тоже. То есть очень достаточно большая комнатка. А мы идем смотреть бэкерд. Так. Вот мы и вышли на террасу. Ух ты, ух ты. Это что такое отдельное еще? Что там еще гараж? Да, слушай, прикольно. Вот такая здесь зона. Фаер. Также есть летняя кухня. Там что-то есть? Я думаю, гараж. Он закрыт? Гараж, да? Попасть. Ну, слушайте, то есть вдогонку вы получаете еще плюс дополнительный, может быть, гараж или сарай. Просто он закрыт, да? А с другой стороны его не посмотреть. Так стало интересно, что же там такое. Там замок висит. Смотри, а здесь дровишки. Ну, это для костра. Ой, интересно. Да. Тут, смотри, у них так для уюта все сделано. Очень уютные двори. Лампочки. Бассейна нет. Но, как я сказала, в этом городе очень много общественных бассейнов. Можно в любое сходить. И буквально в каждом блоке есть по бассейну. Правильно. Слушай, ну, уютненько, очень хорошо. Есть как бы место для всего. Вот приготовить себе барбекю, шашлычок, посидеть с гостями. Отлично. Дворика достаточно, да? Да, конечно. Для меня было бы достаточно. Ты что, для меня тоже. Я бы еще сюда насадила деревья. Что-нибудь насадить можно, но для меня лично больше, мне кажется, и не надо. Ну что ж, друзья, на этой ноте мы с вами попрощаемся. Я надеюсь, вам понравился дом. Дом мне лично понравился. Очень симпатичный, очень уютный. Собачки классные. Я бы даже с собачками его купила. Оставляйте ваши пожелания, ваши комментарии. Скажите, нам понравился ли вам дом. Посмотрите видео. Юля сделает также обзорное видео города. Место очень классное. Мне нравится. До следующих встреч. Пока. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok